Видео создано при поддержке группы Underground Art. Короче, идеи у меня нет ни хера, как разрисовывать. Этот череп и решил, что нужно все-таки как-то развеяться, что ли, сгонять на стрит-арт, потому что сто лет уже не ездил и решил все-таки, что у нас там из партии, из последней осталось две кадамки, надо же их куда-то пристроить, подумал. Ну и нам по делам как раз надо было в город ехать, и я думаю, блин, возьму с собой. Почему бы и нет, тем более за все это время я ни разу ничего не рисовал в Москве, ну типа в плане такого стрит-арта. В плане, чтобы это было незаконно. Ну и решил немножко пощекотать себе нервы, и это было круто, мать твою, это было настолько классно. Я не скажу, что прям дикая палева и адреналин, ну так чуть-чуть поднялся, но так весело было, весело. Да, Москва суетной город, настоящий муравейник. И здесь по умолчанию каждый куда-то спешит. Чё там взлухло, блядь? Ну а мне торопиться некуда. У меня предостаточно времени, чтобы прогуляться здесь, посмотреть потенциально удачные места, где мои проделки будут особенно хорошо просматриваться. В одном из районов есть там переулочек такой, по которому я постоянно хожу. И подумал, что было бы здорово там повесить кадамку, чтобы она не на глаза бросалась. И при этом я всегда бы мог видеть, насколько она цела и вообще насколько живет такая херня. Скажу сразу, это не центр. Но трафик тут регулярный, впрочем, как и везде. Ну, прочекал, посмотрел по поводу людей, потом подумал, блядь, а какая разница? Вот самая жопа будет, если я буду дергаться и переживать. Мне кажется, тогда, я думаю, притяну намного больше внимания, нежели если бы я все делал аккуратненько и спокойно. Да, это так. Лучше делать все спокойно, и тогда ты как будто это все в порядке вещей, как будто это все так, как нужно. Вот они, мои малютки. Рассказывать, как я это делал вообще или нет? Ну, типа, это же все было просто. Я взял по классике кадама, намазал на нее клей и выбрал момент, когда не было людей. В этот момент залез, короче, вот на этот выступ и приклеил ее. Тут главное скоординировать движение. Не мельтешить и делать все спокойно. По плану выполняя все процедуры. И обезжиривание поверхности, это, кстати, пиздец как важно. Один раз забыл это сделать, и че, отвалилось все уже через пару дней. Прижать стоит хорошенько, чтобы клей продавился по всей площади, как можно лучше. Ну, вот и готово. А когда я спрыгнул, было так круто, ну, типа, была где-то чистая работа. Я подумал, что какая разница. Кадама, она маленькая, конечно. Я могу приклеить точно так же формат побольше. И вот это уже совсем другой разговор. Я хочу сделать так. И у меня есть охеренное преимущество по сравнению с другими стрит-артерами и граффитосами. Я могу тратить вообще минимальное количество времени на то, чтобы находиться на месте. И поэтому я, наверное, так и буду делать, да. Вообще в Москве несогласованные граффити долго не живут. Коммунальщики не дремлют. Мне стало интересно, как обстоят дела внутри района. И я свернул во дворы. И был довольно приятно удивлен, наткнувшись на стену, которая была сплошь в рисунках. Вообще, как бы, в Москве есть районы, которые полулегальные, скажем так. Там есть куски, которые не стираются, которые висят довольно давно. И это прикольно. Я не знаю, почему, кто-то согласовывает или нет. В общем, реально долго висят хорошие, качественные куски. Причем даже ребят, которых я знаю. Пока я рассматривал всю эту красоту, внимание привлек один приметный кусочек. Я долго думал, что же мне это напоминает. А потом на глаза попалась подпись. Ну, блять, точно. Слэш. Мы же с ним в 18-м году на Глече стенку делали. Кому, кстати, интересно, видосик всплыл в рекомендациях. Тут я смотрю какой-то мишка знакомый. Окей. Так, у меня в руках еще один кадам. Я подумал, блин, ну ладно. Раз так гладко прошло у меня с первой кадамы, которую я повесил на конде, я думаю, надо где-нибудь трошануть. Ну, так, понаглеть немножко. Место полюднее, скажем так, найти, чтобы попробовать, насколько вообще привяжется ко мне внимание людей. Я по факту всем похуй, все ходят, своими делами заняты, голова вообще о другом думает. Я спокойненько, просто сел на лавочку, достал кадамку, намазал ее клеем, протер. В тот момент я старался не думать о людях, которые окружают меня. Как будто никого и не было. Да и тем более, мало ли чем я там занимаюсь. Лавку протираю. В руках ни баллончика, ни маркеров. Такого рода стрит-арт особо не триггерит прохожих. За это время всю процедуру крепления я отработал уже до автоматизма. Обезжирил, выдавил состав, клею и сваливаю. И я понимаю, что, блядь, это так безнаказанно проходит. Главное, чтобы камеры не спалили, а с другой стороны, как они меня найдут. И, короче, вот к чему я клоню. Кадамки, ладно, это уже сбитая тема, мы уже их сто раз клеили и все, проехали. Но она удобная, ее можно таскать в кармане, она реально компактная и простая в использовании. То есть она простая в изготовлении, точнее. Мы тут замутились, значит, чатик около группы. Называется «Кислый чай». И там, как бы, ребятки, которые, ну, такие тоже заинтересованные в творчестве. И я хочу собрать, в общем, оффлайн-тусу и вот вместе пойти и развесить Кадаму по какому-нибудь району. Но для этого нужно, как бы, побольше ребят из Москвы. Потому что у нас там что-то сейчас 60 человек и все из разных уголков. Открывается еще один набор в чат. Вот прям заходите в группешник, проходите по ссылке, залетайте, подписывайтесь в эту беседу. И мы потом уже отсеем, кто там активничает, не активничает. У нас есть, как бы, ресурсы, опции. Мы знаем, как вас вычислить, лентяре, которые просто там чекают и ничего не пишут. Ну, в общем, такая идея. Все это превратить в оффлайн какие-то встречи. Поэтому залетайте. Да потом мы вас забаним. Я понимаю, что говорю с таким восторгом про какую-то маленькую пиздюльку. Ну, что поделаешь. Я просто вспоминаю, с чего все начиналось. И как люди подхватили тему и начали делать то же самое в своих городах. Как же это все быстро набирает обороты. Круто. Саморезы теперь не нужны. Теперь в деле клей. Я не могу нарадоваться просто на этот состав. Он, во-первых, очень экономичный, с моим способом крепления. Я потратил где-то, ну, наверное, чуть больше половины. То есть я развесил всю вторую партию кадама. На него я повесил уже две башки вот таких вот. И у меня еще до хрена его. И это экономично он стоит, по-моему, рублей 300 от силы. Вещь, в общем. Короче, я не знаю, что будет зимой. Насколько он будет клеить зимой. Хотя заявлено, что минус 20 выдерживает спокойно. И прикол в том, что там не нужно его долго держать. Ты просто приклеил, он уже взялся и все. И ты съебнул. Беспаливая. Отлично. Я так, я прям реально кайфанул сегодня. Я что-то привык, что здесь сижу, рисую в этом подвале. Все так однообразно. Вот я вылез на вылазку и понял, вот для чего я создан. Вот то, что меня перло изначально. Возвращение к орням. Короче, я понял, чтобы не зацикливаться и как-то внутри тебя это циркулировало, интерес к деятельности. Надо ее как-то джонглировать и ее менять. То есть не постоянно влипать в этот череп. Потому что я понимаю, у меня вот прям ступор. Я не знаю, что на нем нарисовать. Я вылез в город и мне стало легче. Сейчас я понимаю, что мне прям сейчас. Я уже прикинул, что я хочу на нем сделать. Так что следующая часть, наверное. Следующий видос про него. Да? Да? Ну, раз досмотрели до конца, значит было интересно. В таком случае с вас лайчонок. И было бы совсем круто увидеть от вас пару строк в комментариях. Еще раз напоминаю про кислый чай и про группу в целом. Там, кстати, можно выложить и свои работы. Если вы занимаетесь, конечно, чем-нибудь эдаким. Ну, а в инстуле там своя атмосфера. Туда тоже загляните обязательно. Заранее всем спасибо. До новых встреч.